Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это Супер Мама, предыдущие две мамки, ссылки в описании, в каждом блоке по 4 мамы, проверьте подписаны ли на канал, потому что по рекомендации много чего будете пропускать, много новых шоу, планируется, короче, подписка, и вы, в общем-то, ничего не пропустите, а рекомендация, когда ютуб порекомендует, когда не порекомендует, это, знаете, так пальцем в небо, поэтому подписались и ничего не пропускаете, а мы начинаем новый выпуск, поехали! В эфире проект Супер Мама, тут четверо дуже різных матусь, щотижня змагаются за званья найкращие, знайомтесь с новой четверкой, мама Дзен Мила, чей сын уже в 5 лет знает духовные практики, Давай ручки Ну, эта мама не такая трешовая, я так думаю, у нас двоя остались прям Виталіна, мама кондитерка для Креки Я жена бога мяса Шевкова Ралека Микерчана У чьей родині зірковий не лише чоловік, а й діти Мой сын – мини-маленький принц мира, і дочка знімалась в фильмах Лакшері-мама Катя О, ось здесь что-то… Я считаю, що жінчина должна бути ухоженой Яка навіть у декреті з двома малюками знаходить час на себе Мої діти очень самостоятельные, я спокойно могу пойти на ресницы, маникюри, педикюри, губы, брови Та боді-позитивна мама Іра Мами з пышними формами достойно бути супермамами Чий світ обертається навколо маленького сина Повністю йому подчиняємося в його познанні цього світу Матусі вже побували в гостях уміли І давно малой ходить по стеклу? Трех років Та перевірили, чи насправді її маленький син духовно розвинений Тебе більше подобається королева ночі або мантра? Королева ночі! Звичайний диток, которому медитації не потрібні А у Віталіни… Дольче Габана Шопоголик – це Алик Мам-контроль з'ясував, чому її чоловіку дістається найсмачніше Патчі – тільки Алика Косметика уходовая Алика У вас намного всього більше, ніж у нього Вона птень своєго мужа Ну що, давайте, нову маму запускайте Ми готові Должу бить трешняк А зараз удар триматиме боді-позитивна мама Іра Мене звути Ірина Черненко, мене 30 років Можна сказати, моментами упертый Поэтому, сейчас, ми йдем за сіном Полністю йому підчиняємся в його познання цього міра Що ти вибереш – грушу, яблоко? Червіку, да? Червіку ти вибрал? І що? Я успішна, самодостаточна, реалізованна Девушка, которая, в принципі, в жизни Всего успела достичь и добиться сама У мене є своя собственна студія вокала Я співаю Ну, студія – це, конечно, вы мене просите громко сказано Это комната, где стыд пианино І пою дедки, ну окей, хорошо Я абсолютно успеваю все Я пришла на этот проект, чтобы доказать, что такие простые мамы, как я Спускайся с пышными, красивыми украинскими Така ще, знаєте, походка, типо, а вы все говно, а я богиня, блядь, че ти так розшатывает бедна? Формами способны и достойны быть супермамами Чи справді в Ире все так идеально, уже готова перевірити перша гостя – кондитерка Віталіна Привет! Прошу любить и жаловать Дамир Павлович Очень приятно Давай поздороваемся, как взрослые, да? У нас по графику как раз это время в детской площадке перед сном Сколько ему? Вот и три Класс, какой блондит Привет! Она была отвратительно, ужасно одета Домашние, растянутые, неглаженные бриджи с пятнами Немытые волосы, грязный макияж Я в шоке была Как можно настолько себя не любить, чтобы показаться перед незнакомыми людьми в таком ужасном виде? А как тебя зовут? Вот эти носики, ушки Глазки нет? Как два *** с мужем шести месяцев сидим Дамир, ушки, носик, все Это принципиально почему-то у нас нет Дамир 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 У нее какие-то были аборты Точнее выкидыши Но она считает, что это норма? Что просто жизнь крутит столько вокруг ребенка У нее еще есть муж Нет Ну ребенку один год и три месяца Какой характер? Там работает генетика и воспитание Но никак не характер Это правда Ну а хорошо, а как вы дальше планируете воспитывать мужчину с такими темпами? Ты не переживай, вот ты так думаешь за мужчину У него судьба заготовлена И в 6 лет кадетский корпус только так Что? Кадетский корпус? В 6 лет отдавать ребенка в кадетскую школу? Что за бред? Нет, это не бред На самом деле есть такие кадетские Ну это по факту обычная школа только с первого класса с военным наклоном Ну я не удивлен, если батя военный, что пацан тоже пойдет по этому направлению Я бы свою мать возненавидела, да? В кадетской школе, мне кажется, не место маменьким любимчикам Там не место разбалованным мальчикам Потому что там все очень строго Там научат Как ты его с вот таким вот отношением к ребенку, с таким зацеловыванием Ты его отпустишь Легко, девочки Мой муж военнослужащий Он выезжает в любую точку Украины по одному звонку Я очень удивилась, когда она сказала, что у нее муж военный Жены таких мужчин Обычно суперпримерные хозяйки, которые вкусно готовят, которые следят за собой Ира, зачухана Я же уверена, странно, да Плани про кадетский корпус явно завчасные Дитине лише рік и три Там уже все решили, Дима Скажи, что это такое, да? А соска у него успокаивает, да? На, на, все Она эту соску облизала просто своими слюнями И засунула эту соску ребенку в рот Это вообще конфет Ну облизала, что такого? Блин, такую человек мам так делает Все облизу, ты ее облизу Пожалуйста Ложись, ложись Ложись, ложись, ложись Коли вы пытаетесь заспокоить засмученную дитину Дуже важно быть самим в этот момент спокойной Не важно подгонять и просить заспокоиться какнайшвидше Это привчает дитину до того, что ее ощущения небаженны и нестерпны для мамы Можно я с твоего разрешения угощу ребенка? Чем? Есть угощение без сахара и есть шоколад Он не знает, что такое шоколад Он может купиться просто на яркую ободку Давай мы посмотрим, что ребенок выберет Ты чем детей кормишь, что ты ребенку в год и три принесла киндер? Ты серьезно? А ты чем кормишь? Мы сейчас посмотрим твой холодильник Бля, вот мне так вот она не нравится Когда она типа такая, знаете, за правильное питание Ты чем детей кормишь? А сама ты ее чем кормишь? Тоже стопудов ребенок есть шоколадки и не только Я вот уверен Ну то, что яркое я сказала И то, что ты ближе тянешь ему А вы такое кушаете вообще? Пастюм покупаем А ты сказала, что же ты даешь? Он такую не ест А потом говорит, да, я вот такую Бля, боже, какая она двуликая Абсолютно неприпустимо пригощать чужой ребенка Хeesой или солода без дозвола мы Мы не едим, но мы так едим. За ради своей безопасности дети должны знать, что брать любое у незнакомцев не можно. До того же, вы, не спитавши у родителей, не можете знать особенности и харчевания детей, не говоря уже о возможных харчевых аллергиях. Дамир, а дай маме, пусть мама тебе откроет. Он сам откроет. Зайчик, можно мы пообщаемся с ребенком? Он не трехмесячный ребенок, который лежит и ничего не может сделать. Это ребенок, у которого на данный момент зубы, который не спал нормально ночью. У него сейчас понос, он уже хочет спать. И ты пытаешься сделать экшен на ребенке, который уставший, на последних силах держится. Покажи маму, покажи то, покажи сё. Что вы хотите, это не собачка вам. Для меня это было очень подло и низко. Все вот эти оправдания ее, у него срачка, у него болячка, это тупые просто оправдания. Я очень люблю, когда приходит какая-то девочка, поверь, я таких, как ты, перевидала за свою жизнь очень много. Таких, как я не видала, таких, как я нет. Катя, ты такая наивная и смешная. Пошла война. Быть интеллигентной – это работа над собой. Я понимаю, что тут работы нет над собой. 23 года, боже, я такая на тебя смотрю и улыбаюсь, как ты жизнь поняла. Девочки. Привет. Приветики. Я очень люблю людей, которые опаздывают. Ты знаешь, что в семье есть маленький ребенок. Возможно, если бы Мила не опоздала, не было бы еще такого трэша на этой детской площадке. А можно я попробую? Попробуй. Ребенок продолжал постоянно кричать. Я пыталась хоть как-то отвлечь в этот процесс, вклиниться. Но это было невозможно. Давай, я возьму. У меня просто еще руки холодные. Давай, посмотрим. Что у нас там есть? Здравствуйте. У нее ребенок кричал, я взяла его на руки, я его пыталась отвлечь. Пошла с ним гулять по площадке. Колючая? Будешь пальчиком трогать? Ай. У меня ребенок на руках не плакал. Я ничего особенного с ним не делала, я просто с ним разговаривала. А че розмовляет Катя с властным чудовищным сыном? Что это за фигура? Квадрат. Квадрат. А это что за фигура? Треугольник. Треугольник. Не было понятно ни одно слово, которое он тебе сказал. И про це уже в наступном выпуске. Порушена структура майже каждого слова. А где мама? Демир, где мама? Это очень плохо. Демирчик, где мама? Сколько тебе годиков? Один? Зайчик, один годик тебе или два? Маська. Ребенок как будто реально на своей волне, да? Где мама, он не знает. Сколько лет ты ему показываешь один, два, он все равно смотрит в одну точку. Ребенок не реагирует ни на кого. И в том числе он не реагирует на свою же маму. Ну это странно. В эти годы три дитина еще не может показать, сколько ей роков. Это правда. Показывать маму и тату, она должна начать через несколько месяцев. А сейчас достатньо того, что на словах, где мама, хлопчик повертается и шукает ей очи мамы. Ладно, девочки, мамочку моему пора спать. Пошлите в дом. Пойдемте. И мы спокойно пообщаемся. А муж тоже будет, правильно, Раш? Стой. Кто это пришел? Заходите, девочки. Пока. Да? Не, малыш это говорит. Располагайтесь. По-своему. А я пойду, пока малыша уложу с платки. А нам расскажи, где спальня. Спальня там. По спальне обычно видно, как живет семья. На какой постели она спит, какой косметикой женщина пользуется. Что это показывает? Ее любовь к себе. Я ждала, что будет хуже. Да. Ну что-то какое-то покрывало пожитая. Я могу с подушки себе наращивание волос сделать. Такая маленькая кровать, как для двоих. Постель в пятнах, козявках. В перемешку с ее длинными волосами. Ну как-то, вот я не знаю, мне бы как мужику. Я, наверное, просто привыкла побольше кровати. Она же тоже еще девочка немаленькая. Ну там все четенько, там впритыка называется. Военному. Было бы противно, я бы сказала, алло, гараж. Я на что-то там такое наступило, там походу еда под кроватью. В смысле еда? Нет, там просто грязь. Да? Да. Да. Ну да. Крошки. В смысле крошки? Тут куски еды. Оно тут все в пыли, оно тут все в песке. Ну в этом плане да, он не убирает. Глаза бросилась, яркая розовая косметичка. И нам очень было интересно там поковыряться и посмотреть, что у нее там за косметика. Все разбросано. Все поломано. Как можно настолько сидеть? Жесть, ну это на самом деле, знаете, как-то вот человек в душе, когда засранец, то и в основном у нее и предметы, как и жопы. Ну реально, я вот смотрю на эту косметичку, она все грязная, все приборы. Я думаю, что вот таким вот прикасаться к своему лицу. Это же лицо твое. Ты должна о нем беспокоить. Жесть, просто жесть. Ты же не жду ног, моешь каждый день? Не факт. Только там не видно, а тут видно. Что это тут? Я даже не хочу сюда лезть. Игрушки, телефоны, хлам, маникюр. Даже вот такие вот изделия я не буду доставать. То, что творится у нее в голове, то, что творится у нее внутри. Полное отображение ее состояния было вот в этом шкафчике и в этой косметичке. Тут ребенка. Ребенка вещи все неопрятные. Если она сама так одевается, как она может ребенку идти опрятно, скажи мне. Мне очень жалко ребенка, который в этом всем живет, всем этим дышит, ко всему этому прикасается. Мы еще своих посмотрим. Можливо, на кухне картина краща. Это переверить Мила, как экспертка с правильного харчевания. Ой. Фу. Дом. Такой жир, даже касаться не хочу. Застарелый запах жира. Это все прилипало ко мне к пальцам. Мне было настолько неприятно. Сахар на первом месте. Макарончики. И еще одни макарончики. Крупа пшеничная. Фу. Фу. Что такое? Что-то покажи. Это червяки. Они ползали. Они шевелились. Это было так мерзко. Фу, аж плохо становится. Серьезно? Бля. Не, наверное, серьезно, честно. Жесть какая-то. Боже. Так вы... Вы меня простите, честно. Я не хочу... Я не такой прям аж чистоплотный и так далее. Я не прям придерживаюсь, чтобы пыли даже не было. Но когда вот такой срач... Ну вы меня простите. Ну если ты не можешь убрать, ну, бля. Ну я не знаю. Найми кого-то, кто уберет. Ну все. Ты, блин, это... Я не знаю, что сказать. Жаль. Я не знаю, что у меня нет перчаток. Контейнеры. Все грязные. Они лежали еще в таком тазу. Такое ощущение, как будто бы из того таза кормить свиней. Бля. Пальчики прилипают. Ну это жесть, ребята. Я вот просто так мило смотрю в духовку. Что ты там решила прикопаться? Это просто показывание того, что ты тупорылая, бестахтная. И просто бниво... Я же говорю, что, блин, есть люди, которые очень противные. Все, начинается, в общем-то, оскорбление за то, что у тебя... Охреново на кухне. Все, все тупорылые, бестахтные. Питанные. О, пришла. Что ты тут смотришь? Что ты фукаешь? Привет. Привет. И что самое интересное, ты даже понимаешь, что к тебе придут люди. Вот понимаешь, что... И тебе все равно насрать. То есть ты знаешь, что у тебя съемка, но тебе насрать. Ты даже не хочешь поубирать. Ну как так? У меня было такое ощущение, что Ира меня сейчас раздавит своей массой. У нее уже искра из глаз. Я действительно испугалась. У меня аж голос дрожал. Я тут чуть-чуть смотрела. Интересно, а где там жир? Вот это вот все. Вот это вот готовится просто. Я Миле могу пожелать сходить к окулисту. В духовку все-таки я мыла. Вот это тоже. Жир уже стоит не со вчера. Я не готовлю траву, а я готовлю еду. Я тоже готовлю еду. Как она в защиту стала. Сонечка, дитина. Я не проповедую правильное питание. У меня есть котлеты, у меня есть бризоли. И это все жарится. Здесь живет моль. Опа, живет! Оно там, к сожалению, стоит. Ну, значит, очень долго стоит. Может, моя пшеничная каша вообще ни при чем? Может, это смелые червяки повылазили? Ну, трога, как говорится. Мочалки уже сто лет. Это складисть микробов. Я даже не пошла в унитаз мыть такой мочалкой. Мочалка, она была такая измотанная уже жизнью. Она была вся залипшая. Мне казалось, что сейчас просто она рассыпется на куски вот этого вот жира и грязи. Я в этом не вижу ничего плохого. И мой муж от этого не умирает. И ребенок у меня абсолютно здоров. У него нету никаких ни кишечных расстройств. Ничего нету. А чипом нету кишечных расстройств. Ну, у нее что-то понос как бы. Ну, это как бы вообще по другой причине. Таи Ира, что она нечего давно казала матусям на волыте. У него сейчас понос. Нету кишечных расстройств. Сейчас понос. Ничего. Меня очень поразила. Какая она противная баба. Жесть. Ну, ты вот понимаешь, что у тебя жопа. Скажи, да, неприятно. Типа, блин, мне стыдно. Нет, ты будешь до последнего стоять. Это ты за себя посмотри. У меня все чисто. Боже мой. Блин, тебе должно уже быть стыдно просто молчать и вообще ничего не говорить. Ма же может сыпаться в еду. Где, видишь, еда, а где стол? Ты представляешь, ты этим дышишь. Мне тяжело доставать. Ну, ты дурначе весела. Она думала, реально каждый день лампы эти вымывают. Но каждый день я эту люстручку, лампу не натираю, чтобы она блестела, как у кота. Я хотела сейчас спросить, зачем это? Ну, ты знаешь, тут с тобой соглашусь, надо было бы выбросить, а все, ручки не доходят. Эти контейнеры ранее были грязными. Они просто были изношены от старости. Вот и все. Да, серьезно? Давай вместе выбросим. Не вопрос. Отлично. Лишь бы эта Мила перестала гавкать, рассказывать, как правильно жить по ее мнению. Давай холодильник. А это что? Жесть, какое полотенце. Это вытирала плиту. Не успела убрать. Полотенцем вытирала плиту? Да, вот такая плита после приготовления. Выглядит очень нехорошо. Может быть, это тоже положим куда-то сразу в стирку? Ну, да. Мне было настолько противно и неприятно это брать. И вообще просто хотелось подальше засунуть это и больше не видеть. Потому что мне даже визуально не хотелось на это смотреть. А давай посмотрим твой холодильник. Пожалуйста. Посмотрим. Майонез. Да, мы едим майонез. Невзирая на то, что мой муж должен быть всегда в хорошей физической форме, он себе тоже позволяет майонез. Да. Плавленый сыр. Это же вообще нельзя ехать. Ну, мы же не повернутые на правильном питании. Колбаса. Боже, мы это простые люди. Которая позволяет себе плавленый сыр. Колбасу, скумбрию, суллетку, пиво. У Иры ожирение. Это никак не скрыть. В холодильнике у Иры только некачественные, нехорошие продукты. Не, ну не правда. Я там помидоры увидел. Чего сразу все декать? Ну, конечно, много чего такого. Но чуть-чуть что-то хорошее есть. Чуть-чуть. А сколько ты раз в день сейчас питаешься? Могу я даже один. Мне, честно говоря, кажется, ты лукавишь. Потому что человек, который ест один раз в день, должен выглядеть не так. Я люблю пиво с рыбой. Я прям сознание теряю. Да, бывает такой вечер, когда я просто хочу сесть в тишине под какой-то любимый фильм. Просто взять пивка, сесть с рыбкой и так расслабиться. Это не говорится, что каждый божий день я прихожу домой и беру пивасик и рыбасик и начинаю колдырить. А какая я мать? Нет. А что будет дальше? Что будет в будущем? У него, знаете, даже разговор такой. Ну, типа его забавно слышать. Ну, он какой-то хоп-стайл, честно. А если понимать, что это якобы мама и так далее, то это немного странно. Если бы у меня так общались знакомые, друзья, им это так под шуточку. Токи. А у него это как бы уже как стиль общения такой. Ведь это же все стоит на весах. Пиво с рыбой против здоровья. Это совсем несопоставимые вещи. Как мне нравятся эти умные люди. Знаешь, почему люди с полным весом не всегда приходят к диетологам? Потому что такие, как ты, встречают их вот так вот. Поймите, ваши такие слова реально напрочь отбивают какое-то желание худеть. Думаешь, и буду такой, и закройте свой рот. Кто вам сказал, что все должны ходить худые? Просто нужно научиться правильно питаться. Я это пробовала. Не получилось. Нет, не мое. Почему это не твое? Ну, потому что мне надо... Мое это жрать. Жрать. Чтобы у меня проблема с печенью была, с лишним весом. Я как бы не могла подняться на этаж. Но зато я свое сделала. Я сказал, что буду жирный. Я достигла своего. Видишь, я иду к своей цели, а ты нет. В определенные часы пойти поесть. Значит, мне надо переставить целую кучу учеников, где-то сделать это окошко. Я в это окошко лучше пойду на ребенка посмотрю и прослежу, как у него. Чем я буду в это окошко сидеть и правильно питаться. Она ищет оправдание. Я музыкант, я человек творчества. Мне тяжело жить ограниченно. Я в априори не способна жить по часам. Да смысл мне себя мучить вот этим ПП ходить недовольной. Но зато, блин, я ППшница. Да, блин, мне саму себя обманывать. Я не просила ее помощи, я не просила ее совета. Чего ты вообще свой рот раскрыла? Я вот сейчас тоже, ребят, я сейчас правильно питаюсь. Я понимаю, что мне нужно двигаться к похудению, потому что как минимум здоровье. Ладно, внешний вид тоже приятно. Но первое, это здоровье. Ты, блин, чувствуешь себя лучше. И я не хаваю по времени. Как минимум, в первую очередь, хотя бы поменяй продукты, которые ты ешь. Так уж это их больше. Ну, правильное. Хотя бы в первую. Э, зачем? Я лучше найду тысячу оправданий. Это нужно жрать по времени. А это... Ну, если человеку насрать на себя, о чем можно говорить? Тут нужно говорить не о том, что ты просто жирный и так далее. У тебя проблемы со здоровьем. Ты ходила просто к врачу? Вот этот момент хотел бы я спросить. К врачу ходила? Сдавала там анализы? Какая тебе печень уже? Большая? Увеличенная? Неувеличенная? Как у тебя там сердечком проблемки? Скажут, все говно? А скажут, да? Ну и ладно. А меня так устраивает. Ну, подумаешь, там ночью бывает, дыхание пропадает. Я сразу просыпаюсь и чуть-чуть что-то печень у меня болит. И чуть-чуть поносит. Ну, это мелочи. Она просто ленивая, вот и все. Схуднение заради кращого вигляду через диеты это самообмежение. Або працюет короткостроково, або не працюет взагалі. Пока людина сама не захочет змінить свое життя, ніякие вмовлянья на ней не подіють. Да, это правда. Смотрим, что он смазюкий. Это правда. Пока сам не поймешь и не захочешь. А кто здесь живет? Что так наследил очень грязно. Там живет сразу вид мяса домашнего в основном. То, что нам тоже передают села. На самом деле очень грязно. И ты в этом живешь. И ты говоришь насчет гармонии. Посмотрите на эту резинку. Блин, там выдели эту резинку с холодильником. Я не могу опять 25. Боже, пыль там лежит. Все, не усну. Ай-яй. Смотрите на эту резинку, на дверцу эту. Боже, блин. Я честно, я бы сейчас заряганул. Без обид, ну это жесть. Там просто насрали в ту резинку. И размазали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прям лежу в кровати мучаюсь. Муж говорит, давай любить тебя буду. Говорю, не-не-не-не, в морозилке пыль. Все. Ей не нравится, могла бы закрыть и вообще не смотреть. Кто ее просил там лазить? Я ее что-то приглашала. Чешу. Нет, не приглашала. Чего ты полезла? Боже, быдло, баба, еще и засранка. А чем ты кормишь ребенка своего? Сейчас есть отварной свиной язык. Есть каша и есть макароны. Ты там видела, есть твердых сортов. Мы очень любим отварную свеклу с кунжутным маслом. Кабачок, он любит брокколи, кстати. На чем-на чем, но на здоровом питании ребенка очень акцентируется внимание. Стараемся, чтобы были исключительно здоровые продукты. Мне кажется, по ушам ездит. Он уже сейчас начнет тянуться к продуктам совершенно неполезным. Ну нельзя всю свою жизнь под дитя подстраивать. Да, я в детстве ела колбасу, не умерла. Ничего со мной не было. Но вот так вот себя брать через колено, ломать я не буду. Вы что, сама сошли? Вы посмотрите на меня. Я настоящая, реально, украинская женщина. У меня человек висковый. Конечно, у меня будет и подчеревочек, и буженинка, и сельце домашнее. Я с мужем питаюсь вот так вот. И я питаюсь, как питаются миллионы людей. Дети учатся через наслідувание поведенки дорослих. Тому найкраще вихование – власный приклад. Да, это правда. Хочете навчити дитину здоровой харчовой поведенки? Надо самому даже… А я абсолютно согласен. На самом деле, то же самое, когда говорят, ой, ребенок начал курить. И сами там мама или папа курят. Чего вы удивляете, что ваш ребенок курит? Ты то же самое подаешь пример. Говорят, ой, будешь курить, посраки дам, отклепаю и так далее. Себя начните менять. Так же самое и в жизни. Как справы у Кати з Виталіною, які досі ревізують. Многі люди это не понимают. Проходи, хозяйка. А вы будете понимать. На кровати. Какой-то наборчик очень странный. Телефончики разбитые слегка. Презервативы. Вау! Боже мой, у 30-летней презервативы. Да, прикинь, я с мужем иногда предохраняюсь. Потому что мне три года нельзя беременеть, так как я кисарская. Я такое чувство, как будто бы не мам привела в гости, а инспекторов по чистоте причем. Да ни один интеллигентный человек никогда бы не взял бы, не выкинул чужую косметичку. Тем более на кровать, где спят. Ты это все дружно возьмешь и соберешь. Я к этому тоже руками. Ну это на самом деле эти две бабы, вот этих вот, губата и вот это вот. Это самые такие. Вот нас еще губата в конце ждет. Самое нормальное, это вот, которые были первые двое. Иначе можешь встать и выйти. Все. Нет. А что я должна уходить? Сначала приходите, а потом уходите? Нет. В смысле? Если я пришла, то осталось. И что? Где я хозяйка? И что? И видеть тебя в своей квартире лично я не хочу. Я не люблю вообще таких, как Катя. Наглых, агрессивных. Ее невоспитанность, ее нетактичность, безтактичность. Ты такая же. Отсутствие какого-либо ума. Это кошмар. Вот хабалка с рынка. Моя же ты кошечка. На что ты надеялась? Думала, что мы сейчас придем, я начну в жопу целовать? Нет. Она тупо ее стебет. Она моя. Меня она устраивает. Блин, ну это жаль. Это бьюти-блогерша, которая от нечего делать сидит и вкалывает, как не инъекции, так 23 года непонятно чем кожу мажет. Я себя и без этого уверенно чувствую. Мне не надо себя как-то улучшать, чтобы чувствовать себя уверенно. Мне это не надо. Она идеальна со всех сторон. Она без икоролева просто. Тебя не смущает этот момент? Меня смущает очень сильно то, что ребенок подрастает, и он это видит, и он в этом живет. Как может быть у женщины такой срачный ящик? Я не вижу там срача. Я его там не вижу. У тебя под кроватью вот такой слой пыли. Крошки как туда залетают, козявки какие-то. Какие козявки? Ну, позагляни, ну там кошмар. Тут, нет, вот где этот слои пыли? Такое чувство, как будто бы там, понимаешь, слои прям годами. Там реально заметается и моется, Катя. Виталин, вот, вот это вот. Это не выметается. Это не вымывается. Тебе ненормально меня устраивать. Все, нет. Если оправдание хреновое, твои проблемы. Говорю, что чисто, не чисто. Меня устраивает. Бля. О, боже мой. Просто от этой всей обстановки. Я хочу прийти к тебе и посмотреть, что у тебя. Придешь и посмотрим. Сейчас мы разговариваем про тебя. Ты, наверное, тон, во-первых, не повышать. И про тон, что у тебя творится. Я еще раз говорю. Свой тон будешь рассказывать и показывать своему мужу и детям. Ты не моего уровня. Девочка, ты не моего уровня. Поверь. Боже, я думал, что тут трешняка не будет. А оказывается, такие баталии. Ты слишком много о себе возомнила. Тише, девочки, в соседней комнате спит ребенок. Тише. Выдохните чуть-чуть. Пожалуйста. Она не сказала, стоп, девочки, у меня спит в соседней комнате ребенок. Ты его так прям любишь, что ты забыла о том, что он у тебя там спит. Все, девочки, давайте мы успокоимся. Интересно было посмотреть на твои вещи. Они, наверное, яркие, стильные. Мне, честно, было очень интересно. То, что у нее в косметичке, понятно, но что она надевает на себя в свои 30 лет. Хотелось увидеть. Ну, вот несколько из них. Это то, в чем я пою, в заведении. Все-таки я певица, я должна выглядеть эстетично на сцене. Есть в моей фигуре плюсы, я стараюсь их подчеркивать. Такие платья носит моя бабушка, которой 65 лет. Но ты же 30-летняя девушка, ты не женщина. Как ты можешь на себя одеть этот мешок? А как долго ты занимаешься музыкой, творчеством? Я в музыке с 6 лет. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и академический вокал. Далее я поступила на бюджет в Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Специализация эстрадно-джазовой вокал. Закончила, начала работать в бенде. В конце концов я уехала на контракт в Арабскую республику Египет, где прожила два года. Ты там работала? Да, я работала по контракту в Шарме. Я одна из самых востребованных певиц Шермальшейха. Да, конечно, ты самая лучшая. Президентов Европейского Союза. Успешные, богатые гости заведения и Ира на сцене. Ира не вписывается в картинку. Люди любят больше породистых, чем какое-то подрайонное село. Я и с этим весом. Я никогда не испытывала прям недостатка мужского внимания. Каждый раз, когда я сходила со сцены, это были постоянно мужчины, которые... Ой, господи. Да, и все, что угодно. Если бы я была египетским мужиком, верблюд бы я за Иру не отдала бы. За магнитик. Жахнула. Ну так. Попробовать, поплавать по волнам. Как она травит ее. Катя так добре знает смаки схидных чоловеков. У меня ухажер. Это очень богатый мужчина. И очень зависимо от денег. Та и что про это думает Катин чоловек? Я узнал, что Катя уехала в Дубай. Она у меня красивая. Мы все прекрасно понимаем, кто, куда и как, почему едет. Я в шоке. Мы увидели фотографии, но ты совсем другая. Ты тут яркая, стройная. Когда познакомилась с мужем, было 82 кг. Я с этим весом носила. Я бы не сказал, что она была прям стройная, но была меньше. Это правда. Маленький размер. 46-48. А потом пришел к ***. За полтора месяца до свадьбы я потеряла ребенка. Это был первый. Потом потеряла второго ребенка. И это страшная фраза. Ты не сможешь быть мамой. Ну, может, лишь невест к этому, в общем-то, подавел? Ты чувствуешь себя пустой? Ты лежишь в палате, а рядом с тобой лежат девочки, которые на сохранении, они планируют коляску. Как назовут дитя? Ты же, ***, ты себя такой пустой чувствуешь. Настолько опустощенный. Ну, самой от себя противно. Да, если я даже женщиной не чувствовала. Это действительно плачевная история. Это тронуло сердце мое. Потому что для женщины потерять ребенка – это очень страшно. Когда мне так сказали, что у меня не будет ребенка, я сказала, не, я сделаю все, что угодно, я его выношу. Я 9 месяцев постоянно была на этих долбанных сохранениях. Гладила живот и просила, держись, держись, мама у тебя сильная, мама все придет. Ты, главное, там держись. А мама сделает все, чтобы ты появился. Я сделала все, чтобы мой сын появился. А ей не сказали, да, что, ну, как бы, лишний вес тоже влияет на то, чтобы твой сын появился здоровым, и вообще шансы, чтобы у него были побольше, нужно похудеть? Наверное, нет. Или сказали, она сказала, вы знаете, помолчите. И все 8 месяцев беременности я сидела на адских гормонах, на адских. Все, я начала расти, у меня такие были истерики. Когда я вставала, я себя видела жирнючей. Я не могла бороться. Вот два любимых оправдания жирных коров. Гормоны и широкая кость. После родов я пошла к диетологу. Мне было сказано, что... А сейчас что, не худеем? Вот это, сколько той химии и гадостей она жрала, чтобы она хотя бы, организм очистился. Это год-полтора. Я надеюсь, вы проголодались. Я задобрю вас хотя бы едой. Добрыми намерениями. Где пожевать, там и мир. Да, согласна. Присаживайтесь. Чем кормить будешь? Я учла то, что среди нас есть девушка, которая на правильном питании. Поэтому сегодняшний ужин. Нет ничего жирного, ничего жареного. Все в духовке и исключительно легкое. Я делала это с душой. Нигде там даже не плюнула, не хрикнула. Хотя моменты были. Я делала этот ужин, как бы я делала для своих близких друзей и гостей. Алмаз. Колбаса. Скумбрия в фольге была сделана. А ты на масле каком? Готовленного оливкового масла. А вы сможем часто пить алкоголь? Он когда выпить, ему на следующий день тяжело. А без мужа ты употребляешь? Да. У меня, девочки, есть такой ритуал. Каждую супругу в 7 вечера я включаю СТВ. И когда идет сезон Мастер Шеф, мы тут селедка, монопиво и все. Я покоряю кухню на диване. Сколько пива ты можешь выпить? Ну, бутылочку две. Ну, 0,5. С чем? Рыба. Я не могу есть рыбу без пива. Но я знаю, что это пиво. Я это понимаю. Когда вы с мужем познакомились? Ну, вы же понимаете, гормоны. Это вообще с меня еще выходят. И широкая кость вообще. Поэтому пиво... Где-то это дексикация у меня вот это вот идет. В каком весе было? Была худее. 46-го размера. Сейчас покажу. Сейчас вы будете говорить, Ира, это же другой человек. Посмотри на себя. Вот. О, конечно. Была не прям худая, но меньше. Но она не была прям худой-худой. Щеки там тоже на фотке есть. Но если сравнивать с этой девкой, то да, конечно, разница есть. Так. Ну, худышка она не была. Мурица мариновалась в собственном соку. Там грибы, картофель. Девочки, вы видели, что в духовке творится? Да, ***. Все в гаре какой-то. Такое ощущение, что на эти противни там просто поджигало, и они там горели. Не знаю, может она представляла, что там камин. Это девочки, но у каждой такси по-думашнему. Мы семья пчеловодов. Это разнотравье. Я вот так буду. Очень приятно. Спасибо. Ну, спасибо. Метком не подлезала. Как давно мылась форма для запекания. К сожалению, вот это накид. Я ее пытаюсь отмывать. И что, не помогла? Она не отмывается. Но она мне очень удобная. Она мне досталась по наследству. Слой жира, а бабушке память осталась. Я все понимаю, но это реально очень глупо и тупое оправдание. Хорошо, а сама духовка? У меня мыло. Можешь посмотреть. Я уже смотрела. Я реально ее мыла. Поубирала, насколько у меня хватило сил. Ну, это ж так важно, чтобы было дома чисто. Я понимаю, я как могу так и стараться. Там ухо полетело, видели? Нет, нет, у меня уроки. То есть я могу выйти из дома в 12 и приехать сейчас ночью. Ты утверждаешь, что ты успешная певица, что ты поешь. Ну, хотелось бы нам тоже, наверное, услышать твой голос. Короче, не судите строгие люди, я за этот день. Давай, да. Ой, у Вишневому саду там Соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Вот так, молодец. Очень круто поешь. Все. А это хейтер ее. А это все стебет и стебет. Ну, нормально спела, что ты стебешь? Да, конечно же, придешь. О, покажут солдатика нашего. Это будет моя поддержка. Для меня Ира и муж военный – это вообще разные вещи. Они несовместимы. Мне стало аж очень интересно посмотреть. Сколько лет вы уже вместе? Четыре года, как мы вместе. Три года, как официально женаты. У меня муж накачанный, высокий красавец. Я думаю, там сейчас как придет, такое громило просто. И скажет такое, алло, куры, вы что тут на мою женщину наезжаете? Как вы познакомились? Мы в интернете. Вы столько накачанный. На сайте знакомства? Да. Реально была такая дождливая погода. Думаю, ой, ну пойду на то свидание. Ну что дома сидеть? А то хоть даму угостят. Не просто так. Боже, то ты сидела и молилась, чтобы тебе кто-то написал. Я пришла на первое свидание к нему. И я где-то спустя часа полтора ему говорю, слушай, парень, я 26 лет. Я вот это ходить, держаться за руки не намерена. Если тебя интересуют серьезные отношения, давай пробовать, если не интересует. Спасибо большое за вечер. Все свободны, всем спасибо. Ну что, пацан? Такая дерзкая. Я, короче, жирная, люблю прибухнуть. Давай, ко мне. А это травит. Ну я тебя тогда тоже предупреждаю. Я военная. Ну и что? Я могу отсутствовать постоянно. Это проблема большая. А я же. Я из города Корабелов. У нас есть моряки. До нас растили с женами моряков. Нам ждать не привыкать. И 21 мая 2017 года он ездил в Закарпатью по делам. Я туда к нему приехала. День, нема предложения. Второй, нема. И мы уже идем на вокзал. Я иду без настроения. Он говорит, пошли Мукачевский замок покажу. Надо мне твой Мукачевский замок. Вы до меня на твой поезд, поехала я на Киев. Мы поднялись на этот замок. Когда разворачиваюсь, на одном колене мой Паша. Короче, он не успел договорить фразу, будешь ты моей женой. Я орала на всем Мукачево. Да! Свадьба у нас была 100 человек. Сейчас я наберу мужа, спрошу, где он, скоро ли он будет. А то я не знаю, как я уже сама заждалась. Высокий, накачанный, любимый муж. Алло, зайчик, а ты скоро? У нас гости. Да? Да. Там нужно работу заявить, а вы? В смысле? Я как всегда рада. А главное, что я это... Ну, по голосу не кажется, что это какой-то огромный такой сурловый мужик. Мы в последний момент. Мы не изменяем своим традициям. Может, мне так кажется? Ирин муж не явился на ужин. Возможно. Ему просто было стыдно прийти и показать свой рецепт. Можно нам пообщаться с ним? Серьезно? Я думаю, он появится. Я заметила, что у вас абсолютно нездоровое питание. Кажется в своем вкусе, каждый день едет твоей слабости. Вас не смущает то, что ваш сыночек ходит в одежде с пятнышками? То, что ребенок не может показать в своем возрасте, где носик, ротик? Он не реагирует на какие-то вопросы. Ага, хорошо. Если вы мне сказали, что есть нормы... Скажи, Паша, прямо. Считаю, что он развит по своим годам. Для меня он не очень чистый. Вас не смущает, как хозяина, что у вас дома, ну, мягко говоря, не очень чисто? Ну ладно, Паша, давай, там тоже, закрой, как бы, чувак говорит, прямо, на самом деле, дома срач. Все, Паша, давай, это, чем-то там был занят, все. Паша, мы поняли, все? Паша, хватит, все, Паша, завязывай, все, хоррэ, Паша, пожалуйста, все. Ну, поменялось ли у вас отношение к Ире после вашей свадьбы? Она была 46-го размера, сейчас, ну, вы в курсе, да? Не знаю, ну, в принципе, я бы ее привыкла, знаете. Ну, чувак не захотел обидеть, я к такой ей привык, ну, как бы, был бы не против, чтобы похудела, но я ей, как бы, раз один сказал, она чуть яйца не отрезала, поэтому мне нормально. Ну, что, ты можешь закрывать очина, где есть, да, достатки, такие снимальники. Спасибо, Пашенька, большое. Все, до свидания. Давай, давай, давай. Я люблю, целую, ты лучший. Ага. Ну, что, заслал? Общение с Ироном мужем подтвердило, ему совершенно не нравится, такая грязь в квартире. Какой у нее сейчас вес и как она сейчас выглядит. Спасибо за прием, спасибо, что нас пригласила, угостила. Надеемся, сделаешь выводы какие-то ради ребенка. Спасибо, девочки. Ну, по факту приготовила для себя. Это кошмар, я не хочу даже комментировать. Я не люблю наглых, агрессивных. Слава Богу, богиня пошли домой. Может, хотя бы Дмитро Карпачов достукается до Иры. Карпачов, вставляй, есть за что, давай. В мене склалося впечатление, что вы досить гостро ставитеся до критики. Да, есть такой минус, и это правда. Ваши коллеги по проекту звертали вашу увагу на не дуже приемные для вас речи. Вы согласитесь с тем, что в вашем доме могло бы быть чистейше? Да. Я же вам говорю, приблизно то же самое, что и они вам говорили. Но почему вы хотели их придушить, а со мной согласились? Вы же на меня сейчас не вызвираетесь? Девочки пришли с агрессией. Дальше от меня уже доброты не надо было ждать. Мой дом, моя территория. Я категорически сторонница физического насилия. Я люблю словом. Не лякайте меня. Я импульсивная. Для моей профессии это иногда хорошо. Но для жизни это не всегда хорошо. Ваша импульсивность может быть результатом вашего типа темперамента. Можливо, вы холерик. Но если ваша импульсивность будет иметь прояв в отношениях с детьми, то тут нужно понимать, что характер характером. Но если уже не поддерживался, то обязательно нужно извините себя. Обязательно нужно объяснить детьми, что это была неприпустима поведение. Я жалю, что так себе повел. Вибудь мне, пожалуйста. Да-да. Бо в том веке, в котором ваш сын, он не очень понимает, что вы ему там говорите. Но он чувствует эмоциональный настрой, с которым вы ему это говорите. И для него это сейчас самое главное. Надо правда работать, где-то не оправдывать себя и говорить, да, это мой такой темперамент, я просто сильно темпераментная. А все-таки понимать, что это минус, и иногда этот минус может негативно влиять на ребенка. Да, именно так. Незважаючи на то, что все-таки вы там пишетесь тем, как живете, вы не всем задоволенны в своем жизни. Конечно, я хочу развиваться, расти больше. Так. Площадь жил, площадь я хочу увеличить. Я хочу расти больше, вы понимаете, 130 не предел. Я вообще готовлюсь на проект «Взвешенный и счастливый». Там, по-моему, берут по кастингу, когда уже 180 весишь. Поэтому я вот пытаюсь, пытаюсь, да, квартиру хочу побольше и самолет свой купить частный. Я понимаю, что этого уже мало. Я это все, я понимаю, что надо работать, надо стремиться, при том, при всем, не забывать о ребенке. Есть два способа решить проблемы. Первый способ – это подложить под проблемную ситуацию, чтобы она не была проблемой. А второй способ – это подложить ситуацию, чтобы она перестала быть проблемой. Спасибо. На все добре. До свидания. Подобайся Кири, чи не, але суперниці вже выставили ей оцінки. Ставлю 5. Самореализация – это не только пение. Это работа над собой, над своим здоровьем, над своим внешним видом. За хозяйство насилия ставлю ноль. Ужасно грязно. Реально срач. Бардак полный. И разысканка. За воспитание ребенка Ире я ставлю 2. Потому что ребенок не развит, ребенок не реагирует на то, что происходит вокруг него. Он не может показать элементарно пальцем, где его мама. Мама с ним справиться не может во время истерики. Мама опять же просто ищет оправдание. А в наступной программе Катя как раз разповість, как треба выховывать детей. Вот интересно. Мои дети очень самостоятельные. Но что ховается за целью самостоятельностью? А синий киньцю. Ай, пили. Не было понятно ни одно слово, которое он сказал. Ну и что? Та чим займается Катя замість власных детей? Жесть у тебя реально. Ухажеры. Проблема с ребенком. У нее проблема с дикцией. Блин, тебе нужно все бабки срочно вкидывать в то, чтобы ребенок начал нормально разговаривать. В логопедов. Эй! У меня губы опустились, надо их подкачать. Я в шоке. Катя, я не представляю. А я так хочу. Я счастлива, это главное. Где вы, а где супермама? Ну что, ребят? Ну, за эту мамку реально с радостью почитаю ваши комментарии. Трэш еще был тот. Но у нас осталась последняя мамка, которая всех тупо... Ну, практически, ладно, не всех. Но травила, подкалывала и так далее. У нее там прям такие самостоятельные дети. Но, как мы поняли, там очень жесткая проблема с дикцией у пацана. С радостью почитаю ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И увидимся в новой супермаме. Всем пока.